так вот дальше будет вот эта интересная тема здесь будет две я обещал насчет кости сейчас мы к этому подходим весь участок прошел трактор осень это получается годом раньше и это весной так как и то есть осенью пахали весной пахали невозможно было прокопать до огорода целина внимание никто не подсказал что вас пахать плугом только огород а там где планируется то ставить ума не было столько ошибок на дело ну теперь это моя ученица быстренько убрать теперь это моя ученица трактор взрослел целину занес себе дали беды и сейчас одна лебеда расчета участка в таховозном поле вот знаете не существует адаптной технологии я противники и причем получилось так что меня чтобы я не делал то когда я делал наоборот я беру землю эти пять гектаров не ставят условия сдать экзамен заместителя заместитель главе главы шашинского посовета посса по сельскому хозяйству неделю я как студент готовился три книги я перечитал полностью ну то что было библиотеки вот многое забыл пункт 1 я помню это посадить метроломные полосы пункт 2 значит все полностью пять гектар я должен был этими минеральными удобрениями посыпать полностью представляете вот и считалось что иначе сад не вырос и пункт 3 был правильно перепахать все теперь гектар по целину то есть и по цену а под черный пар а мне трактор не было а я работал на заводе еще не на веру рабочий день и по выходным часто но было дикое желание вырастить я что сделал я посадил не трогая траву так весь вопрос был только воду что раньше сгореть или я привезу трактор и сделаю противопожарные полосы в конце концов сад сгорел но это были уже не я а мои арендаторы которые и трактор был все было но они проспали они не стали не спешили и весной 2005 года сад сгорел вот то есть он был полностью травой дикая засуха и трава вот поэтому что получается учеба с учеба противопожарные полосы должны быть я делал пока бросился пока добился уникального урожая я делал потеполосы как у меня было 40 рядов по 50 деревьев разметка шесть на четыре с половиной вы поняли шесть это отряда к ряду между ряде вот и пропажка была между эти вот шесть рядов а средние два ряда это было так сперва я трактор купил плуб купил и усилий купил я трактора пропахал а потом все лето уже не меньше трех раз что я убедился я убедился я считал что ребята учеба многие из вас уже руки зачесались по 10 гектару я ничего не шучу это правда и что получается когда я пропахал через два-три месяца запоминать трава была выше чем трава рядом ну допустим июль месяц да там где трава просто была местная скопа сицилина там 20 никто ничего не пахал по сицилина вот то есть устоявшиеся там была трава по колено а там где я пропахал за эти два-три месяца трава поднялась мне по пояс я хищиком не зря усилий купил я ее усилий как эту траву прям по ней в междуряде я не стал что это 10 километров получается это солярка это все но я пахал пахал раз потом трасс и уже и зиме чтобы уже трава не вылезла противопожарно я третий раз я был не против этой работы понимаете я огромное количество зеленой массы подчеркиваю больше чем там где не было спаха огромная и и делал в эту самую заносил пропаханную короче после меня оставалась опять черная земля но там уже все было перемолото пополам вместе с этими зеленые массы и так второй раз и третий раз понимаете вот я убедился в чем не трожь и все будет нормально тронешь начинаешь перекапывать а нас то подставляет как трактор у всех удачников одной сотни если как у меня там т-40 или хотя бы мини трактор тогда получается что человек заставил лопатой скопать все лето прет трава и он становится заложником травы становится больше по массе и по высоте чем если бы он не трогал и теперь все остальное всю жизнь он проклят потому что ее надо заделывать а перед зимой опять еще раз заделывать понимаете что она же не не становится от этого пожаробезопасной если вдруг вы бросили она еще быстрее это пожаром дождешься потому что ее по массе больше там где было перекопано не знаю как смог объяснить или нет вот и знаете я потом за эту жизнь я дважды копал колодец с один соседом потом один у себя там мы наткнулись на скалу потом у себя потом мы выкопали котловат дом не построили но я видел вот этот срезы я видел как жили черви вот а они не видели они говорят давайте перекапывать вот а сервак чё разрезал сервак две половинки будет опять чушь вранье все будет искалечено кушать и кто выжил нечего черный пар там ниже а мне не совсем понятно что такое черный пар я считаю ответил хотя бы на этот вопрос черный пар это значит черная земля без травы дальше значит итак я считаю что все что было в той книги взять и все пять гектар перед посадкой садом требовалось пахать вопрос зачем ну есть еще понятие что спаска помогает насытить землю кислородом спаска уничтожает возможность защищения земли кислородом скажите что я не прав потом ниже покажу пару фотографий так теперь значит надеюсь что я как мог ответил этот вопрос взяли землю хоть пять соток хоть пятьдесят хоть пять гектаров вот задача избавиться от пожароопасности это противопожарные полосы раз у меня я так не умею помочь и ксерье андрей он косит каждый раз причем как-то так наклон что ли вот у меня хоть вот такая стерня остается у меня буквально черная земля вот это обыкновенно это бензиновая газонокосилка так дальше что такое школка это как школка-школка первый год второй год ну максимум третий год мы держим шок потом надо рассаживать вот до рассадки начинает костик это и школка ответил надеюсь понятно знаете когда приходят такие сообщения я боюсь тут вот если я туда открою ватсап там вы увидите 20 чужих как это называется 20 чужих телефонов поэтому я это деликатно не делаю я на телефоне гляну нет никакого специального сообщения вот сейчас 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 так тут высветилось одно это надо то то сообщение не могу говорить ладно все